Драконские сказочки «Неизвестно что» в салатых ботинках. Сказочка первая про «Неизвестно что». И было утро, и был вечер, день шестой, как принцесса осталась в пещере. Погода не мешала, свели они моды, и часто хотелось яичницу. Дракон бывал вечерами разговорчив, вспоминал молодость. На пороге пещеры лежало неизвестно что и прислушивалось. Так что все было лучше, чем предполагалось. В тот день у дракона было просто сказочное настроение. Хотелось музыки, цветов, а лучше водки и неизвестно чего. А если бы ты не был дракон, ты бы кто был? Принцесса спросила принцесса. Дракон приосанился и чихнул огнем в ближайшие скалы. Где-то в Аризоне забыли койоты. Я бы я был. А ты бы ты была. Или ты бы хотела быть кем-нибудь еще? Кем-нибудь. Конечно, кем-нибудь ответила принцесса, если он не будет против. Вообще сказку давать. У меня от сказок улучшается характер. Проступает логическое мышление. Кстати, доктор предупреждал, чтобы дракон не болел, у него обязательно кто-то должен требовать сказки. Может, именно поэтому у дракона завелась принцесса. Она вообще была заводная. Заводилась с полоборота. Так что, будет сказка? Или я за себя не отвечаю? В последний раз поинтересовалась принцесса. До ужина у нас скандал, а потом индийский чай и танцы. То есть пряники. Ты будешь пряник? Что-нибудь я обязательно буду. Дракон цыкнул правым зубом через левое плечо. Хотел перекреститься, но передумал. Легко от людей перенимать с привычки. Подумал он с сомнением. Чего только не подцепишь от этой жидности. Лишь бы не птичий гриб. Итак. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто? Ты будешь такой дракон, в общем. Ну и соседские кошки. А, сфинксы. Ты вчера про них сочинял. Знаешь, сфинксы улетели с утра на Аль-де-Баран, теперь их можно только сочинять. А тогда они чай пили, чашки били из сверхпрочной стали, между прочим. По-турецки говорили. Ходили лошадью, возвращались домой. Обед готовить, мусор выносить. Пойдут направо. Песнь заводят хором. Поют или боксом. Увлекаются по закону гор. Здороваются. Руки моют перед едой. Потом зубы чистят. Чем еще дома заниматься. И вдруг, откуда ни возьмись, прилетает принцесса. Начинает требовать сказок. А если бы прилетел принц и стрелял из рогатки по драконам, тебе бы легче было? Кстати, я не прилетела. Меня тут жертву принесли. Если кто-то забыл. На случай, если тут вдруг заведется дракон. Я уже завелся. Кивнул согласно дракону. Сейчас начну огнем плеваться. Когда я вырасту, я обязательно стану драконом. И представь, тоже начну плеваться огнем. Дракон представил. У него было богатое воображение. Так о чем-то говорил он. Вежливо переспросил он. Так о том, что когда приходит год дракона, Лучше рассказывать сказки, чем ждать, когда наступит неизвестно что. И воник, а мне прицепились. Страдальчески подумала неизвестно что. Нигде мне покоя нет. Яду мне. Яду. Далласи. По-прежнему были койоты. В отличие от Аризона. Ладно, жертвенное животное. Слушай дальше, сказал дракон. Нашел я себе занятие на старости лет. Принцесс приручать. Именно в это время у меня как раз перескочила страница. Так вот. Битых два часа дракон рассказывал ей про золотые башмачки. Как они переходили дорогу на зеленый цвет. То есть цвет. Приносили удачу. Если бы золушка не терял один из них регулярно на королевской лестнице. Если бы принц не обладал нюхом и щейки. То башмачки не могли бы собраться снова в пару. Башмачки никогда не ссорились. В отличие от носков. Которые потому и становятся непарными. Что не выдерживают деление на правое, левое. Теряются в стиральной машине. И уходят в иные пространства. Когда принцесса наконец уснула. Дракон укрыл ее шкурой бизона. И полетел на работу. Он летел над синими полями лесами. За синие же горы. И думал о том, что правый мотор барахлит. Что симбиоз самолета и ласточки получился какой-то неожиданный. И летать ему теперь драконом. Так будущее весны. Пока ласточка не проснется от зимней спячки. Или самолет не отслоится сам с собой. А пока придется регулировать погоду. Охранять скалы от астероидов. Принцессу вывезти в люди. Или к людям. Это уж как получится. Наступила ночь. И конец первой сказки. Хотя была только вторая страница. Неизвестно что. Притворилась подушкой. И сделала вид, что спит. Притворилась. Продолжение следует...